МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как совсем недавно туристы готовились к путешествию. Рассматривали карты, составляли маршруты, высчитывали, сколько времени займет дорога. Карты были лучшими штурманами и обязательными спутниками во всех поездках. Но для современного путешественника они утратили свою ценность. Сегодня вся подготовка к поездке сводится к укладыванию в дорожную сумку навигатора, а бумажные карты все чаще остаются пылиться на полках. На протяжении истории человечества эволюционировали навигационные средства, потому что жажда к путешествиям, видимо, заложена в генах. Современные навигаторы не только доведут вас до пункта назначения, но и предложат лучший маршрут. Значит ли это, что эра привычных бумажных карт уже закончилась? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сложно поверить, но всего 20 лет назад первый эталонный вариант карты создавался исключительно вручную. Здесь у нас находится чертежный кабинет, наша знаменитая и любимая чертежка. Ребята занимаются картографическим черчением, вычерчивают различные элементы карты с помощью чертежных инструментов. После создания первого варианта карты ее чертили еще раз, уже для типографии. Сегодня же сделать копию или внести изменения можно за несколько минут. Это стало возможным благодаря ГИС. ГИС – это географическая информационная система, либо геоинформационная система. Это информационная система, которая обеспечивает сбор, хранение, обработку, отображение и распространение пространственных данных. А также получение какой-то новой информации по этим данным. В принципе, ее можно посмотреть на компьютере, на экране. Состоит она из метрической информации, то есть пространственно привязанной информации, а также и семантической информации. ГИС позволяет не только быстро обновить карту, но и представить информацию в новом виде. Плоское статичное изображение становится объемным. Этот глобус – не просто макет Земли. Кроме точной копии поверхности планеты, он позволяет отследить и происходившие на ней изменения. Огромное количество информации, хранящейся в старых атласах, теперь помещается в одном единственном устройстве. Для того, чтобы нам изучить динамику движения магнитного полюса с Земли, нам приходилось брать бумажные издания атласа магнитного поля и перелистывать сотни тысяч карт, таким образом выделяя малейшие подвижки магнитного полюса, что на самом деле не всегда удобно. Еще одно преимущество ГИС – это возможность постоянно обновлять карты колебаний магнитного поля за счет поступающих данных. Они передаются на эту панель со станций, расположенных на территории Украины и России. К примеру, это Киев, город Барок, Магадан и так далее. Уникальность этого проекта заключается в автоматизированной системе обработки магнитограмм и выявлении аномалий на них. Данному алгоритму распознавания образов аналогов в мире нет. Помимо колебаний магнитного поля, такой глобус способен демонстрировать практически любые процессы, происходящие на Земле. От формирования облаков до образования цунами, в том числе в режиме, близком к реальному времени. Экран, который позволяет создавать некоторые презентации, который представляет собой набор так называемых ГИС-лоев, которые динамически сменяют друг друга. Мы можем полностью контролировать презентацию, мы можем ее ускорять, мы можем ее замедлять, что особенно удобно в научных целях. Вот эта улица, вот этот дом. С помощью современных технологий можно за доли секунды совершить путешествие через тысячи километров. Маршрут прокладывается мгновенно, одним кликом мышки. Но чтобы это стало возможным, требуется длительная подготовка. Карта формируется на основе каких-то исходных картографических материалов. Это различные фотоснимки, космические снимки. И на основе вот этой информации происходит викторизация картографических объектов. И получается вот метрическая информация, а потом заносится семантическая информация об этом объекте. Создание любой карты, бумажной или цифровой, начинается со сбора информации, говоря картографическим языком, с геодезических работ, измерений на местности. Раньше этот процесс требовал сложных математических расчетов и мог занимать годы. Сегодня на помощь геодезисту пришли новые технологии. Кто-то видел даже где-то на стороне геодезистов сегодняшнего дня, каждый клочок земли должен быть геодезистом пройден от начала до конца. Так, промерен. С последующей обработкой, рисовкой и выдачей картографического материала уже потребителю. Сегодня гораздо проще все это делается, вся эта трудоемкость осталась, ну, будем говорить, за кадром. Аэрофотосъемка. Фотографирование территории с высоты от сотни метров до десятков километров появилось еще в далеком 1925 году и стало настоящим прорывом в картографии. Но если раньше в ней были задействованы десятки специалистов и большая авиация, сегодня процесс сильно упростился. Проверка. Проверка прошла. Включаю двигатель, готовый к старту. Фотоаппарат. Фотоаппарат. Фотоаппарат вышел. К старту готовы. К старту. Беспилотный летательный аппарат для аэрофотосъемки настолько компактен, что больше напоминает авиаконструктор, чем настоящий самолет. Размах крыльев метр сорок. Вес всего четыре килограмма. Он легко помещается в багажнике любой машины. Но по своим характеристикам превосходит крупные самолеты для аэрофотосъемки. Этот аппарат может работать на небольших высотах, ниже облаков и в гористой местности. В отличие от современных тех самолетов, у него есть нестандартное V-образное оперение, которое дает ему очень большую устойчивость во время полета. В основном буква V. Для проведения аэрофотосъемки важно, чтобы угол отклонения был минимальным. Иначе изображение получится смазанным. За устойчивостью фотоаппарата, расположенного внизу, отвечает виброгасящая платформа. В результате фотографии получаются четкими и качественными. Самолет связан с землей за счет радиопередающего устройства, которое имеет обратную связь с наземной станцией. Кроме того, самолет ориентируется в пространстве за счет показаний GPS-датчика. И помимо этого в мозгах находятся барометрические датчики, которые позволяют считывать высоту, скорость и ускорение. Задание для беспилотного летательного аппарата формируется на такой станции управления. Она задает точки фотосъемки и высоту прохода над ними. В самолет полетные задания загружаются через радиомодем-антенну. С высоты всего 400 метров этот аппарат может охватить территорию больше 12 квадратных километров. С помощью этой станции можно отслеживать выполнение полетного задания, контролировать положение самолета, вносить изменения в полетное задание. То есть можно загрузить ему другое полетное задание, он начнет выполнять. Вот здесь находится флешка, в которой хранится вся информация. После полетов мы ее достаем и скачиваем всю информацию на пульт управления. Информация с аэрофотосъемки передается специалистам, которые будут работать непосредственно над созданием карт. Вот мы получили данные из беспилотника. Сейчас мы будем их обрабатывать. Вставляем флешку. Распускаем программу. Обработка аэрофотографии начинается с фильтрации. Программа автоматически отбраковывает плохие снимки. Оставшееся фото просматривает оператор. Если его все устраивает, он запускает процесс сшивки. Мы находим одно и то же место на разных снимках и выставляем одну и ту же точку. И дальше программа по этим связующим точкам сшивает все снимки в одно единое поле. Дальше мы выбираем центральную часть у каждого снимка. И эта центральная часть снимка идет в расчет. Потому что снимок по краям имеет искажение из-за того, что объектив несовершен. Дальше мы вырезаем все эти области и программа рассчитывает их. После сшивки из множества фотографий получается один большой снимок. Причем это изображение уже является метрически точным. Так что по нему можно создавать полноценную карту. Раньше это делалось вручную. Раньше делал оператор вручную. Сейчас написаны новые алгоритмы. И программа сама сопоставляет два снимка и сшивает. То есть происходит все в автоматическом режиме. Раньше для создания таких фотопланов держали штат 400 человек. Сейчас, чтобы создавать фотопланы на площадь города, нужно два-три специалиста. Одних фотографий для составления карты мало. Ведь на снимках нет точных указаний места проведения съемки. Чтобы получить верные географические данные о местности, аэрофотоснимки нужно привязать к опорным точкам. Любая съемка, которая снимается без опоры, это называется опорная точка, которая снимается на Земле, это просто фотография. Чтобы ее ввести в какую-то систему координат и привязать снимки к Земле, и чтобы она стала метрической моделью, нужно снимать опорные точки. Лидим занимается геодезист. Вся территория России покрыта геодезической сетью триангуляционных пунктов. Жестко закрепленных меток с точно известными координатами. Триангуляционные пункты основы любой топографической съемки. Они закреплены на местности в четкой последовательности. Если соединить такие метки линиями, образуются треугольники с общими сторонами. Для начала достаточно иметь всего два пункта. От них по двум измеренным углам можно получить третий пункт, а от него четвертый и так далее. Так, переходя от одной метки к другой, можно покрыть треугольниками громадную полосу на поверхности Земли, вдоль любого меридиана или параллели. И с помощью расчетов получить точные координаты любого места. Широту, долготу и высоту над уровнем моря. Углы воображаемых треугольников еще недавно измеряли особым прибором – теодолитом. Принцип его работы прост. В зрительную трубу теодолита вначале наблюдают одну метку – вершину треугольника, потом другую. Наводя на определенную цель, на определенный объект, я фиксирую инструмент и отсчитываю с помощью микроскопов или луп в каждом инструменте свое отсчетное устройство. Отсчитываю по горизонтальному кругу определенную цифру – отсчет. Так, один отсчет, второй отсчет, разность отсчетов дает мне горизонтальный угол, например, в разность я получаю. Точно так же, наводя на объект, я могу измерить вертикальный угол в каких-то небольших пределах. Погода хорошая, сегодня замечательная. Ну, устанавливай тогда, тут центр необычный, без штатива. Амулятор заряжен, все нормально. Да, разряжал. У теодолитов старого образца труба имела ограничение по высотному наведению, а значит, образовывалась мертвая зона. Поэтому для современных геодезических расчетов все чаще применяются цифровые технологии. Мы установили прибор над пунктом государственной геодезической сети, который является исходным для нашей станции. Аппаратура способна одновременно принимать сигналы с 40 спутников, как системы GPS, так и системы ГЛОНАСС. Чтобы получить географические координаты триангуляционной метки, нужно только получить сигналы от спутников. Для навигатора сообщи мне координаты. Секундочку. 55 градусов, 57 минут, 40,8 северной широты. Да. 37 градусов, 58 минут, 34,3 восточной долготы. Все есть. Цель геодезистов определить координаты места неподалеку от метки. Пока базовая станция остается у пункта, подвижная отправляется к нужной точке. Эта точка выбрана неспроста, поскольку она очень хорошо видна на аэроснимке и однозначно определяется на местности. Приемник передвижной станции получает сигналы синхронно с базой. Так как ее координаты известны, прибор автоматически вычислит расстояние между двумя станциями и точные координаты этой удаленной точки. Всего за полчаса геодезисты получают данные с точностью до миллиметра. После чего получаются уже итоговые координаты в заданной системе координат точек подвижной станции. Подготавливается каталог координат и уже отдается дальше фотограмметрическую обработку. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, слушаю. Алло, Тимур. Можно выключать? Все, понял. В результате съемки нескольких опорных точек получается абсолютно точная геометрическая модель. На ее основе специалисты смогут составить стереоизображение. Раньше для получения такой стереопары геодезистам приходилось обходить до тысячи объектов. СТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это стереопары. Два связанных снимка накладываются черезстрочную между собой один на другой на стереомониторе и есть приоритационные очки. Когда мы их одеваем, мы видим объемное стереоизображение. Для чего нужна стереопара? Она позволяет воссоздать метрически точную модель местности и существенно сокращает полевые работы. Раньше геодезисты ходили с геодезистскими приборами и все это мерили в поле. Хорошо, когда это город, а когда это скажем там Тундра, Тайга, куда заброска только вертолетом, это все очень дорого и трудоемко. Сейчас, благодаря новым технологиям, все это гораздо проще и мобильнее. То есть производится аэросъемка, потом посредством алгоритмов восстанавливается стереомодель в той местности, которая снималась, и оператор уже в камеральных условиях, удобных для него, надевает очки и по этой стереомодели рисует ситуацию, рельеф и создает карты. То есть, когда мы убираем стереомодель, у оператора остается полностью отрисованная топографическая карта, точно такая же, как если бы ее снимали в полигене действия. Как получить данные еще точнее, чем изображение после аэрофотосъемки? С помощью съемки космической? Первые снимки получали, с них получалось разрешение порядка 30 метров. Потом стали более современные спутники с 10-метровым разрешением, 5-метровые. Лет 10 назад появились метровые снимки. Сейчас у нас уже есть снимки с разрешением полметра и планируется к запуску спутники, у которых будет разрешение 25-30 сантиметров. Космический фотоаппарат это спутник, который вращается вокруг Земли по заданной орбите. Земля тоже вращается, поэтому через новый виток она смещается, что позволяет спутнику снимать новые территории. Таким образом он обходит всю планету. Спутник не фотографирует земную поверхность, а сканирует ее. И вот так он обходит Землю. Каждый раз, в зависимости от того, какие у нас есть спутники, он может проходить эту же территорию либо каждый день, либо раз в три дня, либо в зависимости от спутников это может быть даже раз в 15 дней. То есть каждые несколько дней над одной и той же территорией спутник проходит и может проводить съемку. Информация со спутника поступает на приемные станции и только оттуда попадает к специалистам. обязательный этап дешифрирования, то есть определение объектов на местности. Мы видим вот здесь темное здание. Дешифровщик сразу определит, что это строение. Опытный скажет, что оно не жилое, даже назовет количество этажей, как он определяет, потом по длине тени, что тень короткая, что это здание скорее всего одноэтажное. А вот стоит здание, у него тень длинная, соответственно, это здание 16 этажей или больше. При этом космическая съемка не имеет ничего общего с картами, которые создают ощущение присутствия на выборной улице. Такие снимки с обилием деталей уже земные. Эта конструкция предназначена для снятия панорамной съемки. Состоит она из семи фотоаппаратов и GPS-навигаторов, чтобы определять, в какой точке нужно нам снимать. Также подставки, которые крепятся на магнитах корпуса машины. Все, что нужно для начала съемки, запустить программу и включить камеру. Камера включена, можно приступать к работе. вверх. Задача картографа следить за дорогой и скоростью. Хорошие снимки получатся, если двигаться со скоростью до 30 км в час. Раньше сидели я впереди, второй оператор сзади, без всякой камеры, ручка в руках, листок, тетрадка и записывали все эти магазины, будики, улицы, все это переписывали. Но 5 км проходили за день только, за день 5 км. А сейчас я за день прохожу 100. Фиксируется все. Дома, магазины, переулки, указатели и даже дорожные знаки. Результат такой выездной съемки может лечь в основу не только интернет-карты, но и попасть в автомобильный навигатор. Уже человек будет знать, приезжая в любой город, ну, везде, что здесь нельзя и проехать, или может проехать. Вот сейчас вот знак проезжаем, ворот направо запрещен. Уже направо никто не повернет, уже будет все на съемке видно. Редкий автомобилист сегодня обходится без навигатора. Хотя этому виду электронных карт не исполнилось и 15 лет. В этом цехе создаются самые современные навигационные платы. Именно на них записывается программное обеспечение, которое помогает водителю найти нужный адрес. данный магазин мы вставляем в загрузчик автоматической линии поверхностного монтажа с платами. Загрузчик переходит в автоматический режим, я его перевожу и процесс пошел. Производственную линию обслуживают всего 4 человека. Основную работу по установке выполняют машины. Даже ювелир не смог бы работать с такими микроскопическими модулями. В связи с тем, что элементная база намного эволюционировала, она стала намного меньше, ее почти не видно, и вручным, и пинцетом даже обычным ее взять невозможно, поэтому все делается машинами. Специальные присоски вакуумные, которые берут эту маленькую элементную базу и устанавливают на плату. Если вдруг заканчивается какая-то из катушек с элементами, то автомат останавливается и подает сигнал с помощью специального светофора. Мы тогда вручную берем питатель и заменяем уже катушку на новую. После того, как все компоненты установлены на плату, она проходит через специальную печь, состоящую из нескольких зон нагрева и охлаждения. Температура постепенно повышается, и в зоне оплавления происходит окончательная пайка, то есть выпаривается плюс и шарики паяльной пасты расплавляются. После этого также по конвейеру плата проходит в зону охлаждения и там уже наступает следующий этап. Этап визуальной проверки. Плата обследуется с помощью микрошипов. Тончайшие иглы снимают показания в контрольных точках. на основе этих аналитических показаний можно судить о качестве собранной платы. Возможности современных цифровых карт все время расширяются, а навигационные устройства все больше эволюционируют. Достаточно загрузить карту нужного города в мобильный и проблема поиска нужной улицы и дома будет решена. Сегодня картографы работают над созданием не 3D, а 4D-карт, которые оставят бумажные аналоги в далеком прошлом, чтобы сделать любое путешествие легким и приятным, даже если это путешествие на край Земли. Субтитры и субтитры